Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Усова Наталья, я психолог и скайп-консультант. И сегодня я хочу вам рассказать о выборе и адаптации психологических инструментов для скайп-консультирования. Надо сказать, что когда консультация с клиентом идет вот так вот через экран, это достаточно ограниченные возможности вообще для проведения консультаций. Потому что здесь можно только использовать говорение, беседа. Когда используется в скайп-консультировании только говорение, беседа с клиентом, это очень сильно сужает возможности самой психологической практики. Насколько интересно и полезно бывает не просто обсудить, задать вопросы, но именно показать что-то клиенту, какой-то наглядный материал, попросить что-то его нарисовать. Все вы знаете, что не все, что мы понимаем, лежит на уровне сознания, да? А то, что происходит, руководит на самом деле нашей жизнью чаще всего, это в подсознании. И человек просто озвучить и понять этого не может. Вот для этого используются и наглядные различные артерапевтические методы. Но неужели их нельзя использовать при скайп-консультировании, когда только одно говорение? Если мы просто будем разговаривать, да, наверное, это тоже эффективно, я уверена, что эффективно. Но длительность консультаций увеличивается, количество увеличивается, вы тратите деньги. А здесь при использовании простых терапевтических методов, наглядных, вы можете быстрее решить проблему. Давайте я вам расскажу о том, как я эту проблему решаю, как я помогаю клиенту меньше тратить денег и быстрее получать помощь. Я буду ориентироваться на сами части консультаций. Консультация обычно, да, вот имеет, ну, грубо говоря, вот такие три части. Вы приходите, мы разговариваем, я узнаю проблему, да, это выяснение проблемы, диагностика, терапевтический этап и заключительный этап консультирования. В своих консультациях все, что можно показать клиенту через, на, все, что можно показать клиенту на консультации, я делаю все это то же самое через экран. У меня есть вот такая прекрасная табличка, да, вот на экране, папочка, ряд документов, которые я клиенту и показываю. Я использую в своей практике сказка терапии, да, когда мы сочиняем с клиентом какую-то историю, да, она не требует никаких дополнительных материалов. Эмоционально-образная терапия, здесь тоже не нужно дополнительных никаких материалов, мы работаем в сфере воображения клиента. Позитивная краткосрочная терапия тоже не нужна. А вот для метафорических карт, прекрасного инструмента, как раз вот я использую наглядную, использую возможность наглядного показа. Арт-терапия, фототерапия не ограничиваюсь тем, чтобы просто разговаривать, повышая эффективность консультации, эффективность самой терапевтической работы. У меня все, что можно показать, находится на экране, на компьютером. И как только начинается консультация, как только возникает необходимость этого инструмента, я просто включаю режим демонстрации экрана и начинается работа. Я человеку показываю. Итак, с чего начинается сама консультация, мы начинаем прояснять проблему. Я задаю вопросы клиенту, все отлично. Здесь можно работать по скальпу, я смотрю, что он, я слушаю, что он отвечает, я смотрю, как он реагирует, мне все понятно. Но иногда необходимо что-то показать. И вот это показать, какие-то бланки, какие-то рисунки, попросить что-то нарисовать человека для того, чтобы определить. Ведь на самом деле, когда мы говорим, включается контроль. И мы часто говорим то, что нужно, то, что правильно. На самом деле поступаем и думаем по-другому. Вот для этого нужны все вот эти рисуночные тесты. И я их использую очень успешно при скальп-консультировании. Особенно интересно и сложно, да, вот с моей точки зрения, это диагностика и обследование детей. Приходит на консультацию мамы, говорит, вот у нас вот такая проблема поведенческая у ребенка. Мы с мамой все проговорили, но этого недостаточно для того, чтобы понять, а что с ребенком. И мне тогда на помощь приходят эти вот рисуночные различные тесты, которые я использую. Для начала обязательно спрошу, да, и здесь у вас то же самое, такую как шкальную оценку. Я обязательно клиентам предлагаю определить, какова степень их вообще трудностей. Вот здесь вам сейчас точно так же, как я клиентам открываю рабочий стол и показываю, демонстрирую, показываю вот этот слайд, вот эту картинку. Точно так же и вам, я, дорогие друзья, предлагаю сейчас определить, каковы ваши знания о том, как проходят скайп-консультации. Какие инструменты использует в онлайн-пространстве психолог при работе с клиентом. Вот вы еще меня не знали, еще ничего не слышали. Один, это совсем я мало всего знаю. И десять, я все знаю, практически всем владею, все понимаю. Насколько вы считаете ваши знания, да, какой цифре они соответствуют. Пожалуйста, определитесь. То же самое я делаю с клиентом. Сделали мы такую шкалу со взрослыми, проговорили, какие проблемы существуют, какие запросы. И идет ко мне на консультацию уже на диагностику ребенок. Он занимает место мамы. С детьми так-то сложно, на самом деле, вот проводить диагностику, узнать у них, да, как бы достаточно своеобразный клиент. Нужно иметь и подход, нужно иметь особые инструменты. С ними просто разговаривать с детьми, да, бывает достаточно сложно. Поскольку они, дети, они еще, может быть, не могут даже иногда вербально выразить свои чувства. То есть, да, мне как-то нехорошо, я как-то расстраиваюсь, но отчего это и что со мной происходит, мне сложно. Поэтому здесь обязательно нужно использовать различные демонстрации различных бланков и различных инструментов. Вот я предлагаю один из вариантов, вот такой тест. Человечки на дереве, они все абсолютно разные. Я прошу ребенка, да, скажи мне, пожалуйста, посмотри, какие они все разные. Можете то же самое сделать сейчас. Посмотри, какие они, у них все разные настроения. Если бы ты был человечком, кем бы был ты? И ребенок мне говорит, ну вот я, к примеру, там 10. Вот делаем вывод, все хорошо с ним, прекрасно, да, он в хорошее настроение, никакой там астении, депрессивных каких-то вот там у него симптомов нет. То есть, ребенок себя прекрасно чувствует. 20. А если он там скажет, вот я цифра 5, да, я вот человек по цифре 5, тогда психолог уже делает свои выводы. Посмотрели, в каком состоянии ребенок. И такой вопрос дальнейший задаем. А как ты думаешь, кем бы был здесь мама? Кем бы здесь был папа? И определяем вот по такому простому рисунку о том, какая вообще атмосфера в семье и какое настроение у родителей. Все, что можно ребенку показать, обязательно я использую для работы на рабочем столе. Точно так же, все вот эти вот тесты самооценки, все это показывается ребенку, все с ним разбирается. Для более маленьких лестников, для более старших вот такой шкальны Демба-Рубинштейн. Десятый слайд. Почему себя бы ограничивать, да, цветовыми вот такими различными тестами, если они вообще дают очень хорошие результаты, правильные? Да, в офлайн-консультации, в личном консультировании я эти картинки выкладываю для клиента. Он их, в общем-то, выбирает, просматривает, что-то для себя выделяет. Здесь я просто на экране ему показываю. Да, вот один из вариантов, где картинки не закрашены, они как раз для того, чтобы проводить тест цветовых отношений. Вот через цвет мы определяем, и у ребенка в первую очередь, и, конечно, у взрослого это возможно, вот его истинное отношение к тем или иным вещам, людям, событиям в жизни. Да, то есть вот такие тесты, проективные тесты, их не обманешь. Потому что если человек разговаривает и задавать ему конкретные вопросы, он, конечно, знает, как правильно, знает, что на маму нельзя сердиться, знает, что на папу нельзя обижаться. Но когда ты начинаешь с ним говорить через рисунки или через вот такие цвета, конечно, все бывает наружу, и картина становится очень ясной. Есть один нюанс. В конце этого теста необходимо цвета ранжировать. Мало того, что их нужно ранжировать, их еще нужно убирать. Как убрать рисунок, как убрать с экрана какую-то карточку, какой-то квадратик. Я не убираю, я вот так вот в простой программе рисования компьютерной, я их просто закрашиваю. Поэтому технология не теряется. Ну что, давайте двигаться дальше. Все, что касается рисуночных тестов, все, что можно показать человеку, консультанту, психологу на консультации, все это точно так же можно показать через камеру. Я даю обязательные задания, что-то нарисовать, ну детям рисунки семьи обычно, да, нужно определить, какие взаимоотношения в семье. Там рисунок воображения какой-то там школы, к примеру, да, школа животных, когда ребенок мне вот абсолютно точно говорит о том, что как его комфортно в школе и некомфортно. То есть все, что мы рисуем, а рисуем, я еще раз, да, подчеркну, что почему я люблю эти тесты, почему они расширяют вообще возможности консультирования. Потому что они дают посмотреть, что на самом деле думает, что на самом деле чувствует клиент. Как на самом деле, мне нравится очень осуществленный тест, который рассказывается с идеальными какими-то вариантами. Когда, например, приходит ко мне девушка с запросом, да, я вот замуж выйти не могу. И я говорю, ну давайте, нарисуйте мне вот рисунок, вот прям так через экран, да, вот через экран. Нарисуйте мне рисунок «Идеальная женщина». Ну и она начинает рисовать там в каких-то вот образах, потом мне показывает этот рисунок. И оказывается, что, к примеру, у нее там идеальная женщина, она вот водит авто, ходит на работу, отдыхает за городом, красивая, модная. Вот, я не спрашиваю, ну вот, а вообще идеальная, и все там, как бы, идеальной женщине нужен мужчина? А там даже мужчины нет. То есть вот эта сосредоточенность на себе, знаете, какой класс, человек сам для себя вот сразу же это увидел. И если бы это было передо мной, она сидела не через экран, это был точно такой же эффект, как она показала мне этот рисунок через камеру. И мы с ней ее разобрали, просмотрели, и она увидела варианты, да. А дальше, хотите знать, продолжение, продолжение, мы рисуем идеальную женщину глазами мужчины. И дальше уже пошла натурально-терапевтическая работа. Ага, оказывается, то, что я себя представляю, то, что я позиционирую, оно не всегда нравится мужчинам. Ну вот, один из вариантов, возможно, вам понравится. Так, терапевтическая работа, дальнейшая часть, что я использую. Сейчас это вот метафорические карты, тесты, фототерапия, арт-терапия, сказка-терапия. Ну вот, про метафорические карты, это вообще сейчас такой тренд, модно везде, в общем-то, про это говорят. Но смотрите, эти карты есть у психолога, их купит только психолог. Их нужно взять в руки, посмотреть, поддержать. Один выбрать, второй вариант выбрать. Я для себя нашла совершенно простой вариант, отлично работающий в работе с клиентом. Все, что можно показать клиенту, можно показать на экране, включая демонстрацию. Я все эти карточки сфотографировала отдельно и сложила в одну простую папочку на рабочем столе. И точно так же, открывая эту папку, листая эти фотографии, да, даю задание. Вот у меня на экране сейчас представлена перед вами колода карт окна и двери. Они как раз используются для того, чтобы найти выход, да, из какой-то трудной ситуации, или, может быть, там, демонстрации себя. Ну, в разных вариантов этих карт. Вот я, например, даю задание. Ну, вот у вас такая трудная ситуация. Как вам кажется, за какой дверью есть выход? Да, и человек чисто интуитивно начинает просматривать эти карты. Я ему там пролистываю, он говорит, все, стоп, вот это. И мы с этой картой начинаем работать. Дверь закрыта. А что за этой дверью? Да, а что ты там видишь? Или дверь открыта? Тогда что вот привлекло? Ага, пришла ко мне девушка с такой глубокой вообще депрессией, с неврозом. Она, у нее была вообще материнская усталость, так скажем. Ей сейчас такой термин. И она выбрала для себя абсолютно такую карту радостную, где двери открыты, где много там свободы, карусели, магазины, какое-то вот разнообразие вообще просто строений. И иногда простой вопрос. А как ты думаешь, в чем выход-то? Что там хорошо за дверью? И вот так вот простым терапевтическим способом мы с ней... Она сама приходит к выводу о том, что для того, чтобы излечиться, ей от этой тревоги, от этих депрессивных состояний, ей нужно просто что-то включить в разнообразие в какую-то свою жизнь. позволить себе, во-первых, развлечения, позволить себе смену обстановки, а не просто там... Бывает такое, что вот я вот прям мать и все, я как бы вот ни вправо, ни влево, вся жизнь моя в ребенке. Вот. Простой, прекрасный инструмент. Я демонстрирую на экране и прекрасно работаю с людьми. Если это бланки, бывает такое, ну как так, бланк нужно заполнять клиенту, да запросто, у всех есть принтеры, в общем-то никаких проблем не возникает, но не у всех люди находят возможности. Есть, я отправляю файл, заранее человек находит возможность распечатать, у меня здесь бланки, и мы с ним параллельно проводим работу. Вот это вот цветовые метафоры соломина, он используется точно так же вот с цветными этими карточками. А что он дает возможность? Он дает возможность вообще вот человеку понять, что для меня базовые потребности, а что есть актуальные потребности, и что для меня зона стресса, да. Мы иногда ведь не понимаем на уровне, да, сознания, что не так. То есть вот что-то происходит неправильно, нам это не нравится, мы не понимаем, что это конфликты вокруг. Ранжируя вот эти вот понятия, да, тут же при мне клиент для себя видит, ага, у меня там конфликты пошли там, один, два, три, оказывается у меня конфликт это в базовых потребностях, ничего себе я сам их ищу. Возможно ли это при простом говорении, да, при простой беседе, насколько было бы мне, консультанту, сложно, может быть я и увидела бы, да, что он сам стремится к этим конфликтам, насколько было бы мне сложно, вот, задавая вопросы, обсуждая его, вот, ему это показать, не просто сказать ему об этом, а чтобы он даже сам понял, а так вот он разложил себе понятия и определил. То есть бланки точно так же не являются никаким препятствием, и все это используется при скайп-консультировании. Ну и, конечно, широчайшие возможности для фототерапии, все вы прекрасно знаете, что фото хранит не только воспоминания, оно хранит эмоции, оно хранит истории, все, что связано с семейными историями, с какими-то установками неправильными, да, оно вот так вот всплывает, когда мы смотрим фотографии. Почему я их использую? Потому что в компьютерах очень много фотографий, всяких семейных, для клиента это вообще удовольствие одно, открывать рабочий стол, там, открывать демонстрацию экрана, и мне по заданиям, по моим вопросам эти фотографии искать. Это семейные фото, вот ресурсные фото, я использую. И заключительный этап, да, консультации, когда мы с клиентом прощаемся, я спрашиваю о том, ну, какие же выводы, ну, и частенько вот я тоже предлагаю, как вот вы сейчас чувствуете решение своей проблемы, и точно так же вам, друзья мои, я предлагаю определить, насколько сейчас вы знаете и понимаете, что такое скайп-консультирование, как оно проходит, какие инструменты предлагает психолог. Тоже, пожалуйста, отметить для себя, в уме своем, да, для себя, какой теперь вы выбрали цифру. Очень надеюсь, что ваши результаты улучшились, вот, вы чуть-чуть больше знаете. Вот, я думаю, что то, что я вам сегодня рассказывала, это не максимально, да, я знаю, что у нас есть много прекрасных специалистов, которые, может быть, еще больше используют, ну, вот, по крайней мере, тот минимум, который использую я, да, я вам сегодня рассказала, и вообще продемонстрировала, как консультации в онлайне проходят. Ну, повторю, что меня зовут Усова Наталья, если вам интересно, вы можете обращаться ко мне, посмотреть мой сайт, посмотреть вообще мой опыт работы, буду рада общению, буду рада знакомству с вами со всеми вашим вопросом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...